Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Сегодня на канале Голос Правды состоится стрим в 19.00. Мы будем обсуждать, так скажем, слова, мысли тех людей, которые всячески презирают и унижают Рамиля Шамсудинова и его защитников. Сейчас я вам хочу зачитать письмо отца Рамиля Шамсудинова с Алимжана, но довольно-таки интересное, примечательное. В нем говорится о том, что такое, как опускают людей в армии, на зонах. Отец Рамиля не понаслышке это знает, так как являлся следователем милиции. Всего будет три письма. Это первое письмо от отца Рамиля. Здравствуйте! Некоторые люди в комментариях высказываются против моего сына Рамиля, поэтому, как отец, я не могу остаться безучастным и промолчать в ответ. У меня своя точка зрения на этот счет. «Эти люди, не понимая или умышленно пишут, не было же изнасилования, значит не было факта опускания. Даже, мол, адвокаты это отрицают, значит Рамиль виновен». Я много лет проработал в органах милиции и могу дать пояснение этому моменту. Меня поймут люди, которые хоть каким-то образом имеют или имели отношение к криминальному миру. Люди, работавшие в милиции и работающие сейчас, ну, сейчас уже понятно, в полиции, люди, служащие в ОФСИН. Люди, которые служили и служат в армии, где имеют место быть неуставные отношения. Что такое опускание? Это уничтожение в человеке его человеческого достоинства. Убивание в человеке собственного «я». Опущенный человек не может жить и существовать в обществе как полноценная личность. Его не будет воспринимать общество. Такой человек как бы является изгоем среди людей, где он живет. От него все отрекаются, с ним нехорошо общаться, не принимают его как равного себе. Опускание путем изнасилования происходит чаще всего в криминальном мире, где живут по понятиям. Так же не брезгуются и в армии. Опускают людей не только путем изнасилования, но и другими методами. Ударами или шарканием по лицу или по губам мужским половым органам. Путем обтирания лица половой тряпкой или опусканием головы в унитаз. Чаще всего такое практикуется в армии. Как все уже знают, перед караулом офицер Пьянков пытался окунуть Рамиля головой в унитаз. Но Рамиль не поддался. Тогда по команде Пьянкова Рамиль был избит. Таким образом, офицер Пьянков пытался опустить Рамиля и сделать его изгоем общества. Но у него не получилось. После чего все заступили в длительный караул. Пьянков и потворствующие ему старослужащие и контрактники вместе с ротным Евсеевым, который конечно же все знал, но занял нейтральную позицию и ничего не делал, чтобы такого не произошло. И почему-то в этот же караул был назначен Рамиль. Хотя по приказу министра обороны Шойгу срочники не должны заступать в длительные караулы. Нарушая приказ, Рамиль был назначен в караул, где ему в течение трех суток не давали спать и кушать. Тем самым ослабив его физически. По завершению караула офицер Пьянков, видимо, намеревался довести начатое до конца. Пригрозив Рамилю, что после караула все будет. Готовься. Что Рамиля опустят. О чем сам Рамиль мне при встрече с ним в СИЗО и рассказал. И видимо все присутствующие там военнослужащие восприняли это как должное. Для пущего эффекта в караул на смену были приведены молодые графов и аллеев, которые являются земляками Рамиля. И когда бы Рамиль вернулся домой, они могли рассказать увиденным людям. И к Рамилю было бы нехорошее отношение. Что ему оставалось делать? Бежать некуда. Жаловаться некому. Сами же офицеры его били и пытались опустить. Звонить не мог. Телефона нет. Но в руках был автомат. Чем он и воспользовался. Видимо офицеры и находящиеся там старослужащие и контрактники не ожидали от него такого поступка. Думали, что Рамиль будет так же опущен, как и многие другие молодые. Если бы Рамиль не взялся за оружие, над ним бы издевались и он бы совершил суицид. Как многие другие молодые солдаты, которые не нашли в себе силы дать отпор своим обидчикам. Он бы не вынес позора, потому что характер своего сына я очень хорошо знаю. Остановись тогда Пьянков от своих грязных намерений, такого бы не произошло. В отношении офицера Пьянкова за неуставные отношения возбуждение уголовного дела отказано по нереабилитирующим его основаниям. То есть в связи со смертью. Рамиль бы вынес побои и насмешки до конца службы. Он физически и морально крепкий парень. Не зря же он терпел все эти три месяца службы, но такого бы унижения стерпеть не смог. Он вырос настоящим мужиком и человеком. И меня никто не переубедит в обратном. Все мы живем в одной стране и в одном котле варимся. Все вроде бы понимают, что произошло, но некоторые люди не хотят воспринимать действительное. То, что совершил Рамиль, это были крайние меры. У него не было другого выхода. Я и моя семья с благодарностью относимся к людям, которые понимают ситуацию и поддерживают нас. От себя хочу добавить, что я так же, как и многие молодые люди в нашей стране, служил в армии. Тоже повидался всякого, как говорится. И лещей нам давали, и пинали нас, и, как говорится, издевались, чего только не было. Но вот головой, извините, в унитаз у нас никого не макали. У нас был один случай, когда хотели одного макнуть головой в унитаз. Но вовремя остановились тоже. А что произошло? Ну, этот человек, что называется, был крыса. Он воровал у своих же собственных товарищей. Вот его пацаны хотели опустить головой в унитаз, но потом вовремя одумались, поняли, а как мы дальше-то с ним будем общаться? Это же все-таки товарищ наш. Ну, надавали ему там кренделей, и после этого он больше ни у кого не воровал. Так скажем, поставили его на место. Я считаю, что смысл воспитания, это именно должно быть наказание, если человек совершил какой-то грязный поступок, недостойный. А если человека действительно хотят унизить, уничтожить его, вот это как раз то, что говорит отец Рамиля Салимжан, то этот человек не сможет жить в обществе, да и, в принципе, как само общество будет потом жить с этим человеком рядом. То есть, непонятно. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вы согласны с отцом Рамиля Салимжаном, ну или дизлайки, если вы не согласны. Ваше право. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Сегодня еще увидимся в 19.00 по московскому времени на канале Голос Правды. Субтитры создавал DimaTorzok